В этом выпуске покажу упаковку, как мы прокачали, расскажу по ценам, чё как. Здесь у нас на крышечке будет тоже такая специальная информация про брелок-конструктор. Ниточки, веревочки, крючочки, тонкогубцы, плоскогубцы, круглогубцы, всякие кусачки. Что я подразумеваю под информационной биркой? Во-первых, нейминг, ну то есть логотип, да, холлоу тьми. Во-вторых, QR-код. QR-код будет перекидывать куда? Правильно, на статьи о этом камне. Это те самые брелочки, которые мы хотим внедрить. Нельзя сделать продукт сразу идеальный. Натуральный, настоящий Амазонит. Это наполнители, которые мы тоже тестировали. Это тот минимум, который мы уже закупили для того, чтобы качественно производить и собирать браслеты, чтобы было меньше брака или вообще снизить брак. А это наш прогресс в коробочках. Вы видите, как мы успели прокачаться в коробочках. И вычленяли минусы и плюсы. У нас еще были опросы среди аудитории, которая уже сформировалась. Какой бы наполнитель им хотелось. И мы тоже прокачались в наполнителя. Это наполнитель для подарков. Начинали мы, собственно, вообще вот с такой черной штучкой. Но теперь в итоге у нас есть уже образцы и тесты. И первые опросники показали, что какой наполнитель премиум. Вот обязательно сейчас сверлить? Кстати, я упустил еще момент. А это фотобокс. Ну, не знаю, я решил, что нужно сказать. Это фотобокс. И он тоже стоит денег. И он тоже нужен. Ладно, поехали. Это тот минимум, который мы уже закупили для того, чтобы качественно производить и собирать браслеты. Чтобы было меньше брака. Или вообще снизить брак. И так далее. Какие-то тестовые образцы. Что-то покупали просто, чтобы понять, хорошо это работает или плохо. Это тот минимум, который нужен для того, чтобы более-менее сделать хороший продукт. Ну, вот здесь примерно около 60 тысяч рублей. Ну что, привет. Это вторая часть, посвященная Wildberries. А точнее тому, как мы выходим на Wildberries. В этой части я расскажу о нашем прогрессе на данный момент. О том, приблизительно, сколько мы потратили уже денежек на то, чтобы даже не создать продукт, а на то, чтобы начать создавать продукт. Потому что мы до конца его еще, визуал не реализовали до конца. Кто посмотрит выпуск до конца, я думаю, узнает интересные лайфхаки, которыми я поделюсь. И ошибки, которые не стоит совершать. Ну, я думаю, тем, кто хочет зайти на Wildberries, будет сто пудово интересно. Тем, кто уже на Wildberries, я думаю, тоже будет интересно узнать путь. Посмотреть, может где-то посмеяться в каких-то моментах, что стоило делать, что не стоило. Короче, в этом выпуске покажу упаковку, как мы прокачали. Расскажу по ценам, чё как. Я думаю, начнем с упаковки. С упаковки в прямом и буквальном смысле этого слова. Значит, давайте расскажу о нашем прогрессе. Начинали мы, собственно, закупать вот такие коробочки в том месте, где и, собственно, производят сами бусины. Ну, у оптовиков по бусинам, да? По камням. Смотрите, какой момент. Если оптовики занимаются камнями, то лучше у них покупать камни. А коробочки покупать в том месте, где что? Занимаются только коробочками. Это как бы первый лайфхак. Пусть он типа капитан очевидность, но все же. Дальше. Дальше мы начали работать над тем, чтобы искать упаковку для упаковки. Это древесная стружка. Древесная стружка – это гофрированная бумага крафт. У той и у другой упаковки есть свои минусы и плюсы. Например, стружка пахнет обалденно, просто, просто великолепно пахнет. Минусы. Я ее начну открывать, она начнет рассыпаться вся полностью. Вот тут сейчас все будет по квартире. Ее не так легко вот утрамбовать вот сюда. И после того, как ты пакуешь браслеты для клиентов, а мне очень приятно, что мы еще не успели выкатить толком продукт на рынок, а у нас есть уже клиенты, и мало того, что есть уже фанаты бренда. Мне очень приятно, и спасибо вам огромное, кстати, за лайки, поддержку, репосты, комментарии. Покупку, приобретение – это на самом деле очень круто. Какой, значит, минус вот этой упаковки – древесная шерсть? Разлетается, да, вот так вот, ну, плохо рвется, и, в принципе, очень, ну, как бы, неудобно. Пыль тут есть, потому что с, это натуральная штука, и, походу, с завода как пакуют, все. Это, собственно, ну, как бы, неудобство своего рода. Дальше. Еще есть определенная пыльца. Плюсы о том, что она настоящая, да, запах древесный и так далее. Дальше. Гофрированная бумага, крафтовая, как я уже сказал. Очень легко вынимается. Вот, например, такой пучок легко сделать. Смотрите, она, вот я вытаскиваю ее, видите? То есть, ну, как бы, ничего не попадало, да, то есть мы легонечко это все скручиваем в комок. Скручиваем в комок. Вот так вот, в коробочку. И у нас получается, как бы, не как бы, а у нас получается очень красиво. Сейчас я, например, изометиста, чтобы это было на примере, да, сразу браслетик. Вот. Как бы все это выглядит достойно. Но мы пошли дальше. Мы пошли дальше. И никто не отменял мониторинг конкурентов и так далее. Это все понятно, да, как бы. И хочется, так как мы делаем уникальный продукт, это тот минимум, который мы закупили, который нужен нам для того, чтобы качественно собирать браслеты. Какие-то тестовые образцы, какие-то были куплены просто по незнанию. Ниточки, веревочки, крючочки, тонкогубцы, плоскогубцы, круглогубцы, всякие кусачки, плюс камни, плюс дополнительные биркодержатели, плюс разных производителей нитки, которые премиум, не премиум. Вот обязательно сейчас сверлить премиум, не премиум, всякие колечки для того, чтобы сделать брелочки в подарок. Примерно здесь 50-60 тысяч рублей. Это те самые брелочки, которые мы хотим внедрить. Они будут в каждом... К каждому браслету идти. И будет, скорее всего, брелочек-конструктор. Об этом еще будет написана статья, будет инструкция. Какой смысл? Я сейчас покажу, как это будет работать. Но мы вот пока думаем, какой именно применить. Кстати, я упустил еще момент. А это фотобокс. Ну, не знаю, я решил, что нужно сказать. Это фотобокс. И он тоже стоит денег. И он тоже нужен. Ладно, поехали. Поехали дальше. Значит, про упаковку, про наполнители я рассказал. Давайте я сейчас расскажу, на каком мы сейчас этапе. К чему мы вообще подошли. Что мы уже сделали. Что у нас... Что предстоит еще сделать. И поделюсь, как я и обещал, каким-то лайфхаками. Да? Поехали. На каком мы сейчас этапе. Смотрите. Мы... Так, буду здесь все как бы показывать, открывать. Рассказывать тоже, чтобы вы могли все это созерцать, так сказать, вживую. Смотрите. Значит, по поводу коробочек, да? По поводу коробочек. Я уже говорил, черные куда-то делись. Ладно, фиг с ними. То есть, у нас по поводу коробочек. То есть, вот такой вариант. Черные, которые я показывал. И вот такой вот вариант. В конечном итоге, в конечном итоге, у нас все браслетики будут вот в таких вот деревянных коробочках. По-моему, материал называется HDF. Собственно, с логотипом. И здесь у нас на крышечке будет тоже такая специальная информация про брелок-конструктор. О нем чуть-чуть попозже расскажу. Пока мы, собственно, тем клиентам, которые у нас в данный момент хотят брать браслеты и берут, мы отдаем вот в таких вот коробочках. Либо в черных коробочках. И плюс про наполнитель, про древесную стружку и про гофрированную бумагу я рассказал. То есть, это мы можем убирать. Что у нас дальше? Какой процесс, собственно, у нас становления нашего бренда сейчас? Так, с чего бы интересного начать? Смотрите, совсем недавно, совсем недавно к нам приехали вот такие вот, я заказывал, вот такие вот, собственно, еще не успел распаковать инструментики для, вот они все, для сбора браслетов. Потому что мы сейчас немножечко начинаем вот это вот, как бы это правильно сказать, погружаться в азы этого бизнеса, в сборку браслетиков. Собственно, начинаем обзаводиться как бы инструментиками, да? То есть, плоскогубцы, тонкогубцы, бокорезы и круглогубцы. Это все нужно для того, чтобы собирать браслетики. Так как у нас будет брелок, в каждом, к каждому браслету будет идти брелок, а этот брелок еще нужно собрать из разных частей. Я сейчас поподробнее расскажу про брелок. Поэтому нужны все эти инструменты. И повторюсь, вот это все, вот это все мы прям считали, недавно там около 60 тысяч рублей. Вот это все. Значит, по поводу инструментов, да? Смотрите, с чего бы начать? Смотрите, вот коробочка. В каждой коробочке, сейчас вот это разложу, у нас подразумевается браслет. В данный момент это яшма и бусина зуб тигра. Вот так вот будет выглядеть браслет с биркой и с, собственно, биркодержателем. То есть, из чего вот это вообще состоит? Давайте я вот структуру вот эту покажу, да? То есть, у нас мы собираем браслет. На него вот эта вот штука называется биркодержателем, чтобы было по понятию. Вот это биркодержателем. Вот это вот будет брелок-конструктор. Это бирка и это же брелок-конструктор. Что я подразумеваю под понятием брелок-конструктор? Во-первых, зачем он нам нужен? Ну, чтобы человек, клиент, который покупает браслет, понимал, что это новое, собранное, ну, как бы для него, да? То, что его никто там не надел, да? То есть, из разряда кинули, там, собрали и все, да? Обязательно мы решили, что на наших браслетах будут бирки. А потом, когда мы начали думать над подарками, потому что я мониторил и Wildberries, да, и не только Wildberries, и Ozone, и каких-то, как скажем, конкурентов в нише, да? Они все поставляют подарочки, да? Например, вот кофе мы недавно заказывали от вот таких вот штук, на которых QR-коды там куда-то перекидывают и какие-то бонусы, баллы, да? Да, заканчивая какими-то там штучками. И мы подумали, что почему бы на нашем брелке, на нашем, точнее, браслете не повесить бирку, но не просто бирку, да, которая будет говорить о том, что это новый браслет, и его никто не надевал, да? Как бы это основная часть. Но она будет еще информационная. Что я подразумеваю под информационной биркой? Во-первых, нейминг, ну, то есть логотип, да, Call of a CME. Во-вторых, QR-код. QR-код будет перекидывать куда? Да, правильно, на статьи о этом камне, на статьи информационного характера о легендах о камне, там, как ухаживать о браслетах и так далее. В основном, это информационный блок со статьями во ВКонтакте. И, собственно, пользователь, если там забыл, что это там за камень, легко может навести камеру телефона и, собственно, провалиться в блок со статьями. Дальше, смотрите, что я подразумеваю под словом брелок-конструктор. В чем суть брелка-конструктора? Сначала мы думали, что у нас может быть брелочек вот такой, вот такая вариация. То есть, соответственно, браслет с обязательно с биркой, да, кладем. Кладем подарок обещанный, да, кладем обязательно в каждом, к каждому браслету у нас будет прилагаться ниточка, нить эластичная, на которой собран этот браслет особо прочная, премиум качество. И камешек. Зачем? Немножко забегая вперед. Зачем? Та нить, которая прилагается, которая внутри браслета, она сверхпрочная. Ее порвать это только если конкретно разрезать, либо если там дать ребенку, он будет ее там натягивать, либо, например, там задеть за что-то острое, потому что сама нить не рвется, мы можем собирать браслеты, и внутри камешка, внутри камешка, может быть какие-то сколы со временем, например. Но пока таких случаев у нас там за все время, это два раза, и то люди сказали, что в одном случае ребенок порвал, в другом случае мы только учились плести браслет, это был подарок, это был давным-давно, не по размеру, и как бы он разорвался. Все, то есть, а так, как бы у нас не было таких случаев пока. Но, если вдруг что? В каждом браслете, чтобы человек не расстраивался, будет нить под размер этого браслета, чтобы собрать, и будет дополнительный камень. Для чего? Браслет порвался, посыпались бусы, собрали, одного не хватает. Пожалуйста. Для чего? Сказали размер руки, например, мы собрали, а браслет может не подходить по камням, да, ну, просто не подходит, или там, не знаю, слишком пережимает, да, например, и так далее. Пожалуйста, можно просто разрезать нить, добавить камень, собрать себе браслете. То есть, соответственно, в каждом, это прям обязательно, в каждой коробочке будет вот дополнительный камень и дополнительная нить. Как мы хотели, смотрите, то есть, браслет, простите, путаю, брелок, браслет с биркой и дополнительный камень. Но потом мы подумали, что, как бы, в такую коробочку, ну, столько, как бы, накладывать всего, это неудобно и для пользователей, и так далее. Мы подумали, а почему бы не сделать брелок-конструктор, брелок-конструктор, какого плана, смотрите, человек достает, все, биркодержатель, брелок, бирка, да, он режет, вот так. То есть, мы разрезаем, браслет пока положим, берем бирку, берем бирку, сейчас я вам покажу один момент, берем бирку, и, простите, за такое, тут у нас все пока в таком состоянии, вот, берем бирку. В каждой, то есть, тут пока разные вариации, в каждом, в каждой коробке предусматривается, что будет колечко, вот, как для ключей, знаете, с цепочкой, с карабином. Берет, берет бирку и просто карабин, опять же, пока это все не очень по размеру, но я с карабином проработаю, тут он пока не защелкивается, но это пока, это тестовая версия, будет все нормально защелкиваться. Берет и собирает себе сам, защелкивает вот такой вот на карабине, будет брелочек. Какое главный посыл? Первое, это он деревянный, и, ну, как бы, блин, дерево, красиво, почему бы, ну, вкусно пахнет, да, как бы, зачем выбрасывать, да, почему, почему бирка из дерева? Второе, информационное поле дополнительное, район перебросила в статьи, там, нашел свой легко, да, то есть, свой камень, который либо по названию этого браслета, и у тебя открылась статья, все легко и просто. Следить за новинками, за скидками, за акциями, на велкамеру легко и просто. Плюс, ну, эстетически, да, на ключи привесил, вот такой вот красивый брелок. Вот, собственно, про конструктор брелок, да, пока это все в разработке, пока в разработке, потому что было две вариации. Либо это просто бирка, которая выкидывается, но мы подумали, блин, ну, жалко, такую разработали интересную бирку, да, то есть, собственно, бумажную не хочется, потому что натуральные камни, упаковка натуральная, ну, и как-то бумажную бирку сюда, ну, не вяжется у нас, да. Я бы придумал дерево. Был вот такой вот еще момент, то есть, брелок с камнями, может быть, будет такой, пока не знаю. То есть, я рассказываю про этапы, на которых мы сейчас находимся. Собственно, то же самое, здесь такой же момент, здесь только камешки. То есть, там каждый бы брелок, он имел бы либо камни, которые вот здесь вот в этом браслете собраны, либо там какие-то определенные, в данный момент это лава, лавовый камень. Но мы подумали, что, опять же, у нас и так идет в подарок уже камушек с ниткой, да, к брелку, если вдруг что. Но жалко, если человек будет выкидывать вот это, и поэтому, то ли, что два, ну, как-то, блин, несовместимо. Ну, то есть, и зачем, да, все-таки акцент, ну, на браслете, а это как бы идет в подарок. Поэтому мы подумали, что вот этот вариант отходит, остается вот этот вариант. То есть, под итог, какой у нас идет, да, еще раз давайте. Собрали браслет, взяли биркодержатель. Его просунули, да, просунули, собрали, то есть, защелкнули здесь, да, чтобы это все, оп, все. Смотрите, какой еще момент, тоже это еще не все. Вот, видите, это пластиковая штука, здесь ничего нет. У нас будут определенные такие металлические кружочки, в которые будет проодеваться вот эта нитка. И я заказал вот такой вот пломбиратор, на котором, тут вот, ну, не совсем видно, потом покажу, я статьи отдельно напишу. Написано ХИМ, вот это все вот так вот будет зажиматься. Вот, это все вот так вот будет зажиматься, только не пластиковая, там другая специальная пломбочка такая. Разжиматься и, собственно, ну, тут вот, ну, это вообще, это просто пластиковая штука, это не для этого, но там камеру я приближу. И будет вот так вот тоже ХИМ, с одной, с другой стороны. Это своего рода, как доказательство, что это, во-первых, опрессованно, ну, то есть опрессовка, да, что браслет никто не носил, я там не со своей руки его снял, и там кто-то заказал надел. А что это новое, и, собственно, вот так вот, потом это, да, все мы закрываем, так, вот здесь. Потом у нас идет, тут момент тоже какой, смотрите, по поводу упаковки, либо у нас будет вот так, либо у нас будет специальная упаковка, ну, только, понятно, не такая большая, да, это как пример. То есть, в которой будет коробочка, дальше идет крафтовая бумага, печать для сургуча, то есть, соответственно, коробочка для этой коробочки еще коробочка другая, которая будет доставляться в ней, она будет обернута в крафтовую бумагу, потом перемотана джутовый, по-моему, джутовый канатик, сургуч и, собственно, опрессовочка, да, тоже такая печать, печать. Все, собственно, открываем, срываем вот эту вот сургуч печать, убираем бумагу, режем джутовую нитку, открываем коробочку, достаем все целое, открываем, берем браслетик с брелком-биркой, да, обрезаем вот это все, собственно, здесь как бы камушек с ниточкой, да, обрезаем, и вот такую штуку, она будет вот здесь, вот, присоединяем. Вот пока у нас стадия примерно такая, но в ближайшее время мы это все допилим, чуть-чуть бирка будет меньше, потому что она большая, бирка-брелок, да, будет чуть-чуть поменьше. И QR-код будет изменен, потому что сейчас он, у нас был ребрендинг недавно, он сейчас перекидывает, не перекидывает, а будет перекидывать на статье, то, что там мы URL изменили, поэтому. Все, собственно, на этом все, вот такой вот у нас пока этап, следующее видео подсниму, покажу уже, наверное, как у нас в идеале выглядит финалочка, потому что скоро прям к нам приедет уже сам сургуч, и к нам приедет металлические штучки вот для вот этого, вот для вот этой штуки, которая делает опрессовку, да, и у нас уже будут измененные вот эти вот бирки. И я уже смогу показать полностью, как у нас выглядит допиленный продукт, да, допиленный продукт. Поэтому ставьте лайки, пишите комментарии, мне очень приятно, что вы наблюдаете, следите за нашим продвижением, а еще мне, еще больше мне приятно, что вы уже пользуетесь нашим продуктом, потому что, когда люди пишут комментарии, можете в отзывах уже почитать о том, что браслета нравится, там, одеваем, там, как талисман, как просто украшение и так далее. Это на самом деле круто и заставляет делать, заставляет меня и Джесс работать еще больше и еще качественнее вот это все делать, еще красивее. Поэтому наблюдайте, следите, пока вот и повторюсь, нельзя сделать продукт сразу идеальный, нельзя. То есть, если бы мы, например, не реализовывали то, что сейчас есть, да, как бы, то мы бы там до бесконечности можем так бежать и что-то там допиливать. Поэтому нужно пытаться реализовывать и улучшать в моменте, что мы и делаем. Я хотел бы сказать в конце, подписывайтесь на наши социальные сети, на группу ВКонтакте, вот здесь вот она будет, вот здесь вот здесь она будет, на Телеграм-канал. Там мы, кстати, про Телеграм-канал и группу ВКонтакте. Группа ВКонтакте будет содержать в основном модельный ряд линейки браслетов, которые будут идти, ну, так скажем, основные линейки, которые без видоизменения. Вот мы там определенную серию придумали, там хищник, например, да, либо спартанец. Вот она будет такая. А в Телеграм-канале можно уже будет заказать браслетики уже там под себя определенные, да, там определенную бусину дзипа добрать, определенный камень. Вот это все у нас будет в Телеграм-канале. Поэтому не забудьте подписывать и все, пока-пока.